Привет, мои хорошие! Вам хочется посмотреть на меня, как я буду выглядеть в платье? Вы хотите просто надо мной посмеяться? Хорошо, договорились! Сейчас зайду к маме, отнесу ей фаршированные перцы с тетей Вали и потом поеду в торговый центр. Хотите посмеяться? Хорошо! Договорились! Я вас посмешу! Потом посыпятся комментарии с недостатками моей фигуры. В брюках этих недостатков не видно. А в платье все сразу все увидят. Хотя в бассейне тоже было видно. Поэтому не так страшен черт, как его малютки. Поехали на примерку, так и быть. Посмеемся. Но я от вас потом жду советов. Примерить пару-тройку платьев, сарафанов. А вы внимательно, пожалуйста, смотрите. Если мне что-то подойдет, советуйте. Я вернусь и куплю. Как вы мне советовали по поводу кофточек. Я же их купила. Я вернулась и купила. И ту цветную. И вот эту. Все, отправляемся на примерку. Ну вот так я смотрюсь в этом платье. Ну, босоножки, конечно, не те на мне. Вот так. Не знаю, хорошо или плохо. Что-то кажется вот здесь что-то неровненько. Сейчас другое померяю. Вот еще одно платье. Это все вот так. Ну, вот я в длинном платье. Я сама себе не нравлюсь. Что-то не то. Продолжаем примерять платье. Итальянское платье, между прочим. Все очень модно. А у вас такие красивые классные. Что? Классный телефон. Это не телефон, это камера. Ну, камера здорово так. Да. Абсолютно, да. Вот еще одно платье. Ну, понятно, что я меряю с брюками. Но все равно, смотрите. Вот такой вот неровный подол. Здесь карманы. Ну, вообще платье стильное, если сделать его, например... А плечиков у вас нет? Плечиков нет. Подплечников? Нет. А носков? Носков? Ну да. Сейчас мы с вами носки подложим, как я обычно делаю. Ну, в принципе, мне вот это платье понравилось. Понравилось. Да, хорошо. Со всех сторон. Здесь тоже карман. Мне просто камера мешает. Есть носки? А не носки вот эти одените? Давайте вот эти подложим. Как плечи, чтобы были. Да, да, да. Так. Ну, с плечика... Ну, да, да. Не, ну, как будто бы, да. Как будто бы. Как будто бы, да. Прикинемся, что оно с плечами. Вот. Совсем другое дело. Совсем другое дело. Нет, ну, правда, серьезно же. Серьезно? Да, да. Ну, естественно, вот. Смотрите. Ну, красота же. Красота – это страшная сила. Губы только надо накрасить и брюки снять. А так отлично. Вот так. Для вашего родственника. Ну что, очень здорово даже. Цвет, правда, не... Цвет, наверное, только такой. Другого цвета нет. Мне нравится, что карманы. Мне нравится, что оно свободное. А из чего оно сделано, если не секрет? Это натуральный шелк. Ой, натуральный, это хлопка. Я сейчас прочитаю. Я же здесь на один день сегодня. А, вы первый день, что ли? Я просили. Я же с того магазина. С того, это же как? А вот вы где были. Мадель Наталья тоже. Не, ну, Мадель Наталья ясно, да. Это натурально. Я понимаю. Судя по цене-то. Да. Нет. Хорошее. Хорошее платье. Хорошее. Фасон такой, что, вот видите, здесь вот так. Непонятного размера. Нет, конечно, кажется. Но вам вот это пойдет. Вискоза, стопроцентная. Вискоза? Ой, вот Ирина, молодец. Стопроцентная вискоза. Но нравится ужасно. Нравится. Может, цвет поверите? А цвет только такой, правильно? Да. А вот вам это померить еще. Давайте. Сейчас еще одну померю. Вот. А это я одела. Гляньте на меня. Как. Красиво. Мне тоже нравится. Вообще обалдеть. Надо только брюки снять обязательно. Господи, да не вопрос. Брюки снять и посмотреть. Ну, у меня босоножки не те, чтобы брюки-то... Я сниму, конечно, их сниму. Мне не это, ничего. Не страшно. Но дело-то не в этом. У меня обуви нету той, которая должна быть для этих платьев. Нет, у вас обувь-то и не страшно. Твоя такая красивая будет. Она не такая. Они должны быть с каблуком. Так. И без носков. А не то, что я. И носка. И в носках, да? Так, ребята, смотрите. Обалденные платья. Вот честно скажу, я в восторге. Мне нравится все. А размеры-то хоть какие? Скажите мне. Вот один он. Какой номер размера? Вот он один-единственный. Так, ребята, выбирайте. Это платье. Маден и талии. Все, один из... Так начинается. Куда под подолса полезли? Сейчас я туда не буду смотреть. Маден и талии. Сто процентная вискоза. И размеров ничего нет. Понятно. Короче, безразмерные. Ну, в общем, короче. Мне вот это платье тоже нравится. Вот это платье мне тоже нравится. Посмотрите. Красота. Очень нравится. Так. Ну, что, какое берем-то? Какое интересное. Да вообще. А я-то в нем какая интересная. Так, я не знаю. Вам видно, нет? Дайте-ка я хоть посмотрю. Так. Где я-то потеряла? Вот она, вот она, вот она. Ну, в общем, короче, мне нравится. Я не знаю, какое взять теперь. Мне нравится и это, и это. Надо дочь. Пусть дочь посмотрит. А как же дочь посмотрит-то? Она сейчас не сидит, нигде не видит. Нет, нигде не видит, не сидит. Я дочериного отца посылаю, а она смотрит. Дочериного отца посылаю? Да. Она смотрит и говорит, мам, это не бери, это как раз. Ой, а мне нравится. Вообще такая размахайка. Мне и то тоже нравится, и это нравится. Это подлиннее, да? Ну, давай решили вместе с продавцом померить. Кстати, как вас зовут? Аля зовут. Вот, Аля. Вместе с Алей померить платье. Вот я мерила такое же платье, но я просто ужасно в нем выглядела. А на Але, вон как здорово. Я на платье еще одела, а если без платья, он будет лучше смотреться. Сейчас я... Вот, смотрите, как ей хорошо. Аль, правда хорошо. Вот вам идет. Если я платье сниму, еще лучше будет. В смысле? Там же у меня платье. А, я думала, голое лучше будет. Если я с ним... Так, ну теперь я одела вот это платье. Ну, ребят, я не знаю. Мне кажется, желтое лучше. Что-то меня как-то это перекашивает аж всю. Вот с брюками было красиво. А теперь что, ноги какие-то непонятные торчат? Бледные. Потому что привыкли в брюках ходить. И сейчас без брюк уже... Я сегодня первый раз тоже одела, без брюк вышла. И для меня дико это было. Я иду, и мне хочется так. Да, да. Не, ну мне желтое, она мне уже больше нравится. Здесь я какая-то прям, я не знаю, как будто это. Не пришли кобыли хвост. Ноги белые. Ноги белые какие-то, да. Не знаю. Это в загарный сразу надо идти. Куда? В солярий. В солярий. Не, ну я не знаю. Ну я понимаю, да, что у меня там каблуки. Но не буду я постоянно на каблуках. Желтое лучше, да? Да. Сейчас еще раз. Желтое и больше не вымем. А вот сюда смотрите. На меня наводите. Держите? А куда смотрю? Вот сюда смотрите. В середку? Да, только не тыкайте пальцы. Ага. Так, вот. По-моему, хорошо. Обалдеть. Классно. Вообще здорово. И мне нравится, что оно широкое. Да. Что оно дышит. Дышит? Да. Что оно натуральное. Да. По-моему, шикарная вода. Все, прелесть. Зарядите аккумулятор, пишет вам. Да, да. Обязательно зарядим. Обалдеть. Так, все, спасибо. Вот в таком платье можно ходить гулять где угодно. Вот подсвет лолос по вашему телу даже. Представляете? Аля, красота. Вообще. Угу. Спасибо вам большое. Не за что. Вы продавец от Бога. Вот серьезно. Продавец женской одежды от Бога. Мне нравится. Красота. Все, ребят, покупаем. И сумка, главное, так хорошо вписалась. А то. И босонушки вроде неплохо с носками смотрят. Ой, не могу. Не, хорошо, хорошо. Плечки только надо сделать. Плечки чуть-чуть. Чуть-чуть. Не, 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 не такие. Чуть-чуть. Прям вот самую малость. Чуть-чуть маленькие. Хорошо. Прям прелесть. Прям вообще замечательно. Все, берем. Вот иду теперь такая я. в красивом-красивом платье, довольная и счастливая. Повезло мне с продавцом. Очень повезло. Такая хорошая женщина помогла мне выбрать платье. Ну, вы знаете, я и сама склонялась к этому платью, потому что оно мне очень понравилось. Оно веселенькое, оно такое задорное, оно такое энергичное. В общем, короче, оно очень похоже на меня. И я рада, что я его выбрала. Я отошла в сторонку снять это видео, потому что на улице неудобно снимать. У меня еще и пакет в руках был. Вот вы знаете, нравлюсь я себе в этом платье. Я когда шла, я думала, раньше в таком платье, наверное, коров только могли пойти доить. А сейчас это считается модным. Ну, вот я не знаю, мне оно понравилось, вот мне оно по душе. Может быть, оно мне не идет, может быть, я в нем некрасивая. Но мне кажется, что я красивая в нем. Мне кажется, что оно мне идет. И с огромным желанием, конечно, я буду его носить. Мне нравится. Как-то, вы знаете, все свободно, легко, все такое летящее. И я, конечно, очень рада, что я с Али познакомилась. Продавец от Бога. Вот просто от Бога. Когда надо, похвалила. Когда надо, поругала. Когда надо это снять, говорит. Когда надо, это нужно снять, говорит. Иначе это все не смотрится. Молодец. Вот побольше вот таких веселых, энергичных. Я очень рада, что с ней познакомилась. И платьем своим я очень довольна. Теперь у меня есть платье. И, кстати, Аля мне сказала, по телевизору была какая-то программа, и мужчины удивляются, что женщины сейчас очень мало ходят в юбках, мало ходят в платьях, а все ходят в брюках. И вы знаете, я сама тоже вчера как-то вот ехала в трамвае от мамы и думала, боже мой, женщины все в брюках, в джинсах. Я не хочу так. Я хочу юбку. Я хочу женственные одежды. Может быть, моим хочу дать по рукам? Но так хочется. Хочется в платье. Ну, в общем, вот. Пришла я в этом платье домой. Ну, не так. Вот так, наверное, надо. Конечно, это размахайка. Это размахайка, это вот такое вот платье. Но мне оно страшно нравится. И мне кажется, оно мне неплохо. Я в нем буду ходить. Надеюсь, Борису оно понравится. Ну, не знаю точно. Сегодня узнаем, понравится оно Борису или нет. Мне нравится. Свежо, хорошо. Сумка, конечно, мешает, но сумочку сюда другую надо, понятно. К этому платью. Не знаю. Мне нравится. Свободное, легкое. С Машкой хорошо подолом меряться, кстати. О, какой подол. Нет, мне нравится. Правда, хорошо. Хорошо. И тетя Люба очень женственная. Хорошо. Шею бы подлиннее. Ну, где же ее взять-то? Ребята, в Ивановском текстиле я не смогла вам показать, как я мерила вот это платье. Мы очень долго с продавцом выбирали в отделе Ивановского текстиля платье. Но я много всего перемерила там. И это платье оказалось самое лучшее, которое на меня более-менее село. Ну, правда, не очень красиво открытые руки сверху. Я к этому не привыкла. Руки обычно чем-то закрывают. Ну, в общем, вот. Вот так показываюсь вам издалека. Мне оно тоже понравилось. Это лен. Это 100% лен Ивановского текстиля. Ну, не знаю, короче. Мне кажется, что оно неплохо. Вот здесь на подоле, по бокам, имеются разрезы. Вот. И подол неровный. Видите, он вот как бы вот так закругляется. Вот. Вот здесь. Но мне кажется, это даже очень хорошо. Ну, может быть, с этими босоножками не очень хорошо. В общем, посмотрите. Вот. Ну, не всегда же будешь ходить на высоком каблуке. Правда? Сейчас я попробую одеть высокий каблук. Я люблю высокий каблук. Я хожу на нем легко. У меня есть вот такие вот сабы черненькие. Может быть, они сюда не подойдут. Ну, не знаю. Сейчас посмотрите. Но мне кажется, что неплохо. Вот, смотрите. Каблук вам виден. Ну, вот так. Я сама себя еще не видела. Сейчас я посмотрю в зеркало на себя. Господи, ножки, как у козорожки, торчат из-под этого платья. Ну, так вроде неплохо. Это ли он? Он дышащий. Я люблю дышащую одежду. Я не люблю одежду из синтетики, из синтетических материалов. Ну, вот совсем. Я не могу ее носить, не умею. Ну, как-то не очень. Ну, как вам? Ребят, напишите. Как вам мой выбор? Может быть, я опять что-то не то выбрала? Может быть, я опять что-то неправильно выбрала? Ну, поверьте, все остальные, ну, вы же видели, да? Они мне совершенно никак не шли, платья. Это было просто ужасно. Это самое лучшее. Самое лучшее, что понравилось мне. Возможно, вам понравится что-то другое. Ну, а на этом примерка на сегодня закончилась. Может быть, подлиннее было бы лучше? Ну, что есть, то есть. Красота – это страшная сила. Фаина Георгиевна была права. Ну, да, женственно, 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 женственно. Ну, Леон надо немного отутюжить. Ну, так неплохо сидит. По-моему, неплохо. И с каблуками даже лучше, чем без каблука. Без каблука хуже. Ну, я сразу стала взрослая. А на этом все. Примерка закончилась. Все платья на сегодня кончились. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok